всем привет дорогие друзья и тема нашего сегодняшнего разговора почему мужчина хочет вас в попку и горячая сегодня тема будет интимная для кого-то болезненная возможно да во всех смыслах этого слова для кого-то типа это нравится знаете здесь можно очень много на самом деле мусорить можно много рассуждать разговаривать но я сейчас просто хочу подвести небольшие итоги нести ясность внести причины такого поведения вообще норма это не норма что с этим делать как вообще отвечать как быть и так далее мои дорогие анальный секс сам по себе общая давайте так вот анальное отверстие ваша попочка она в принципе изначально работа только в одном направлении сильное заявление проверять я его конечно не буду там нет встречки они встречного движения там нет такого что вы днем не за наружу себя как так не работает но по сути это в организме канализация все что у вас перерабатывается важные пищевые элементы вам поступают организм остаются там витаминчики минеральчики а все что не нужно просто переработанная пища выходит из вас то есть соответственно это не предназначено изначально для сексуальных утех правильно но откуда же появляется такое желание почему мужчина так хочет чаще всего виной свободный доступ к порнофильмам то есть некое извращение определенное своего рода когда ребята начинают смотреть очень много скажем так фильмов для взрослых и начинают смотреть что там вообще происходит особенно если они что часто делают очень то они начинают сопоставлять что это некая норма то есть это нормальность вообще в принципе ну и как минимум естественно просто хочется попробовать просто интересно каково это как вообще классно особенно если кто-то еще из ребят рассказал что блин я вот пробовал там мне понравилось моей понравилось им тоже это интересно по большей части сперва это просто любопытство то есть считается ли таки какой-то норма или либо тлонением не то и не другое это просто никак если для вас это нормально если вам это интересно попробовать если не знаю возможно вы там это пробовали и хотите допустим также свою жизнь там за разнообразить этим пожалуйста но что же делать если допустим вы не хотите а ваш мужчина настаивает вообще любое сексуальное действие против своей воли это насильно по факту на самом деле так то есть если вы будете даже просто заниматься сексом со своим парнем допустим если вы дико не хотите не знаю вас вы просто вообще дико не хочется и вы это против своей воли делаете, потому что кто-то вам внушил, что надо, надо, да, вот надо, типа, расслабься, отвернись и надо. Нет, это так не работает. Это называют сексуальное насилие. Надо ли уступать? Против своей воли не надо. Если у вас где-то есть на подкорках такая мысль, что, ну, блин, мне как бы страшно, хочется, как бы хочется и колется, да, вот есть такое, бывает, хочется и колется, страшно, страшно, не знаю, что будет, а больно, если хочется, но колется. Допустим, если вы доверяете своему парню, доверяете своему партнеру, пожалуйста, попробуйте. Но сперва нужно, необходимо, как это нормально подготовиться. Убедитесь в том, что у вас все нормально, что у вас там нет никаких там ни трещин, ни геморроев, ничего такого. Запаситесь нормальной смазкой, да, на водной основе. Прочиститесь немножко. Опять же, да, безопаснее, грамотнее, конечно, много это будет сделать клизму. В чем смысл? Подготовились, нормально смазались, своим партнерам доверяете, пожалуйста, медленно, аккуратно, пробуйте экспериментировать, делайте, что хотите. Но не против своей воли. Не так, что я не хочу, не заставляя меня, то, что вас заставляет, принуждает, это ни в коем случае. Если вам парень говорит, что я хочу, а вы не хотите, знаешь, так прямо и говорите, я не хочу. Не надо думать, то, что если я его обижу, а если, не знаю, он там меня бросит. Ну, слушайте, мои дорогие, если вас бросить из-за того, что вы в попу не дали, то, как бы, у вас такие себе, то у вас очень-очень-очень-очень жопные отношения. Знаешь, ничего не предвещало беды. Нормальный, ровный типочек. Оказался такой голубь, что просто... Призываю вас к тому, что доверяйте просто себе, в этом случае, своей интуиции. Здесь нет, здесь нет такого, что на самом деле это хорошо, или это плохо, что это правильно, а это неправильно. Нет такого. Есть просто то, что нравится, допустим, вам, да, нравится вашему партнеру, либо, возможно, вы хотели бы попробовать это своим партнером, и ваш партнер не против это попробовать вместе с вами. Пожалуйста, если это в пределах вас. Если же у вас там разногласия, то, ну, блин, не надо ничего доказывать. Это не означает, что вы там хорошие, если вы там в попу не даете, а он плохой, либо наоборот, например. Это не означает ни разу этого. Означает, что вы просто разные. Что у вас разные фетиши, разный настрой, разные какие-то желания определенные. Все разное. Все. Поэтому немножко проще к этому относитесь, не вешайте ярлыков, и, главное, занимайтесь сексом своим любимым человеком. В удовольствие не против своей воли, и просто кайфуйте. Всем пока-пока. Мы еще увидимся.